Следственный комитет начал проверку причины смерти 9-летней малышки в Копейской горбольнице номер один. Проводится судебно-медицинское исследование. По предварительной версии, ребенка лечили от ротовирусной инфекции, а девочка скончалась от опухоли мозга. Кстати, за последнее время это не первый скандал в Копейской больнице. Подробности в материале. Сообщается, что ребенок поступил в педиатрическое отделение городской больницы номер один города Копейска еще 2 января. По словам родителей, с октября дочь лечили якобы от ротовирусной инфекции, потом от гастрита, а умерла она от опухоли и отека мозга. Когда приехала эта реанимация, я уже у водителя узнал, что врач приехал только для консультации и никуда никого они не привезут. Время смерти нам не говорят. Возможно, что на момент приезда реанимации она уже была не с нами. Родители говорят, просили врачей направить ребенка на МРТ, но медики якобы ответили, что аппарат сломан. И когда девочке после нескольких месяцев лечения стало плохо, все реанимационные мероприятия, по словам Евгения, якобы состояли из двух капельниц. Родителям сообщили, что девочка нетранспортабельна и вызвали реаниматолога из Челябинска. Но врач, вероятно, приехал слишком поздно. Спасти ребенка не удалось. Заключение медиков гласит, что причиной смерти стали опухоль и отек головного мозга. Кстати, это вторая детская смерть в Копейской горбольнице номер один меньше, чем за месяц. 20 декабря там от Менингита скончался пятилетний мальчик. По словам родителей, их сына сутки лечили от кишечной инфекции, якобы игнорируя просьбы проверить ребенка на другие инфекции. Семья уверена, что при точной и быстрой постановке диагноза мальчику бы удалось спасти жизнь. Следственный комитет также проводит проверку по факту смерти ребенка. Еще один инцидент произошел в той же больнице в сентябре прошлого года. Девятимесячная девочка из Копейска едва не стала инвалидом. После того, как у ребенка отек глаз и малышке поставили диагноз конъюнктивит, врачи предложили маме лечь в стационар, но женщина отказалась. Вшел доктор, ничего особенного не сказал, посмотрел просто вот как бы издалека на нас. Сказал, что конъюнктивит, будете ложиться в больницу? Я говорю, естественно не будем, почему мы с конъюнктивитом, я как бы дома могу его полечить. Мы уехали обратно. Все, получается, утром мы просыпаемся, у нас очень сильно отекший глаз, ребенок открыть глаз не может. Все, мы собрались, поехали как бы в Челябинск. Правда, позже выяснилось, под верхние века ребенка попал кусочек пластмассовой игрушки. Спасать ребенка пришлось уже челябинским врачам. Осмотрев девочку и проверив глаз на специальных приборах, врачи смогли ее вылечить. Если бы мама согласилась на госпитализацию, то на утро мы бы пригласили специалиста, окулиста, который осмотрел бы ребенка как специалист уже. И диагноз был бы вынесен ребенку в условиях стационара. Сейчас малышке ничего не угрожает. Вот только мать девочки теперь боится обращаться за помощью в больницу Потанина.